По последним данным, аэропорт Симферополя действует в обычном режиме, но также поступают сведения, что некоторые рейсы были отменены или отложены. Многие пассажиры взволнованы, другие с пониманием относятся к происходящему. Люди в военной форме, патрулирующие здание аэропорта, их не пугают. Не боюсь, а что? Тихо, спокойно. Я их не боюсь. А что уже бояться? Мы уже свое отбоялись. Украина свое отбоялась. Ну, в принципе, мне не страшно, потому что я не думаю, что будут какие-то военные действия. Я все-таки надеюсь на это. В мирное время, в гражданской стране нормальной, да, конечно, это немножко дико, когда стоят вооруженные люди около гражданского объекта. Но то, что творится на Украине, оно, наверное, допускает. И это правильно. Как заявил постпред России при ЕС, Владимир Чижов российских военнослужащих в Симферопольском аэропорту нет. По его словам, здание патрулируют гражданские лица, называющие себя силами самообороны Крыма. Ставки растут и все больше зависят от той ситуации, которая складывается здесь, в Крыму. Сепаратизм – мощная карта, которую можно использовать при оказании давления на новое правительство в Киеве, не признанное российскими властями, передает из Симферополя Серджио Кантоне. Серджио Кантоне, Еурonews, Симферополи.